И эту тем более подробно обсудим с Алексеем Левченко, заместителем главного редактора российского издания «Верстка». Алексей, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Вот это то, о чем мы в эфире с нашими гостями говорили на протяжении уже, наверное, последних шести месяцев, когда мы ждали тот момент, а когда же будет реакция от родных, вновь мобилизованных внутри Российской Федерации, либо же от самих мобилизованных, касательно условий, касательно вообще нужности так называемой СВО. Сейчас, касательно нужности СВО, информационная пропаганда переубеждать продолжает россиян, что это борьба с нацизмом, с терроризмом и так далее. Вы прекрасно слышали на днях речь Путина об этом. Но не об этом, а об оснащении. Я правильно понимаю, что вот эта методика Путина еще со времен Второй мировой войны, когда пытались забить не качеством, а количеством людей, когда одна винтовка была на троих солдат. Можно ли здесь провести параллели? Видите ли вы сходство в тех временах и то, что происходит сегодня внутри Российской Федерации? Безусловно, тактика российской армии заключается именно в том, чтобы использовать большое число солдат. И тактика Путина состоит в том, чтобы добиться военных побед, привлекая то количество ресурсов людских, которые он считает необходимым. Соответственно, сейчас призвано 300 тысяч мобилизованных, но мы знаем, что 200 тысяч военных уже потеряно убитыми и ранеными. Сегодня как раз это подтвердил Госдепартамент США, дал эти данные. Мы знаем, что примерно такой группировка была, когда она вторглась в Украину в феврале год назад. То есть это число уже потеряно. Соответственно, сейчас происходит замещение. Мы видим, что Путин призвал 300 тысяч новых мобилизованных. Они плохо подготовлены, они плохо экипированы. И мы видим, что этой численности ему недостаточно, чтобы добиться каких-то новых успехов. Но этой численности ему оказалось достаточно, чтобы стабилизировать линию фронта. И сейчас последний, начиная с декабря, декабрь, январь, февраль, мы не видим каких-то серьезных изменений на линии фронта. Это связано как раз с тем, что то количество мобилизованных, которые он призвал, они заткнули какие-то дыры. И продвижение для Украины достаточно сложно, но и для российских войск сложно двигаться, наступать. То есть этого числа недостаточно. Это означает, что в ближайшее время в конце февраля может быть объявлена новая волна мобилизации. Может быть призвано еще примерно такое же число людей, еще примерно 300 тысяч. И, естественно, основная тактика — это массовость. Поскольку с оружием есть проблемы, большая часть хваленного российского оружия либо уничтожено, либо новофронт так и не поступило. воюет чем попало. Мы уже видели даже танки Т-72, не только Т-34 уже распаковывают и поставляют на фронт, на каких-то участках. Я уже не говорю про винтовки Мосина. Поэтому, конечно, тактика в основном состоит именно в использовании большого числа людских резервов. И вот с другой стороны, если провести параллели, всегда, когда появляются внутри общества российского какие-то недовольства, либо какие-то обращения, подобные обращениям тех женщин родных мобилизованных, сразу я вижу в официальных ресурсах российских информационных издательств, пропагандистских, я вижу сразу же опросы, вижу сразу же какие-то слова благодарности, псевдо, понятное дело, прекрасно все понимаем, как пропаганда строится внутри Российской Федерации. И прямо сейчас, во время нашего с вами разговора, читаю одну из последних новостей, которую публикует российский ресурс РИА Новости. Путину доверяют 79,2% граждан, одобряет его деятельность 75,5%. Это на фоне того, что Путин публично, хоть и редко появляется среди людей, на публике, но появился на днях. 80% его речи было посвящено так называемой СВО по факту войне в Украине. И я в его речи постоянно слышу такие себе оправдания, не гордость, а оправдания, мол, зачем это все надо было начинать 24 февраля 2022 года. Насколько вы считаете реалистичным, что вот подобные обращения к Путину с недовольствами от родных мобилизованных все-таки перерастут в более массовые какие-то, ну ладно, не протесты, но хотя бы массу таких обращений, хотя бы в социальных сетях? Наиболее серьезный всплеск обращений был в ноябре, когда первые мобилизованные оказались на передовой и были брошены туда без оружия, без амуниции, без всего. Тогда сразу в несколько российских регионов были достаточно массовые движения. Власть постаралась их максимально оккупировать. Власть постаралась это замять публично, провела работу с родственниками. Часть родственников сумели добиться того, что их родных вернули с фронта, но об этом они не рассказывают публично. И договоренность такая, что держите это максимально в секрете. Но такие истории есть. То, что мы наблюдаем сейчас в Приморье, назвать это массовой какой-то волной пока нельзя, конечно, но такие вспышки периодически будут происходить, потому что и вши будут, и проблемы с амуницией будут, потому что это очень большая группировка, обеспечивать ее сложно. В российской армии и так был бардак, а еще 300 тысяч обеспечить технологически непросто. Поэтому эти проблемы будут продолжаться. Будет ли эта история массовой или нет, пока, к сожалению, мы видим, что российское общество достаточно легко переваривает большой поток гробов, большой поток погибших. Хотя в первые месяцы войны это были профессиональные военные, и гибель профессиональных военных воспринимается обществом, конечно, более... более... ну, несправедливо, что ли сказать, но более адекватно в том смысле, что профессиональный военный, он идет на смерть. А сейчас гибнут уже мобилизованные, уже начался этот поток гробов и смертей. Пока мы не видим какого-то сильного возмущения. Но есть некоторые оценки, экспертные прогнозы, что это число погибших должно переводить хотя бы за 100 тысяч, за 100 тысяч именно мобилизованных, да, чтобы какие-то процессы здесь начались со стороны матерей, жен, которые вызвали вот эту волну. Ну вот, читаю последние новости. По информации американской разведки, которую публично озвучили, они оценивают потери российской армии и личного состава около 200 тысяч человек, имеется в виду и убитыми, и ранеными. Именно поэтому это объясняется тем, что Российская Федерация сейчас продолжает максимально набирать количество людей, понимая, что делая все в ускоренном виде, как вы ранее говорили, людей, не умеющих воевать, не понимающих, что такое война, а просто забирают все скопом. И я правильно понимаю, что в связи с этим растущим недовольством был также принят закон, законопроект в последующем, закон о так называемых фейках о российской армии. Можно ли тут провести параллель? Недоволен чем-то? Мы ведем закон, где тебе будет запрещено выражать свое недовольство. Ну, закон о фейках был принят в самом начале войны. Изначально он был направлен на то, чтобы купировать любые попытки, любое недовольство, вообще что угодно, связанное с войной. Российское государство постаралось сделать так, чтобы никакой протест против войны не был слышен и виден в России. На самом деле все равно мы видим, что сделать это полностью не удалось, потому что по итогам прошлого года только задержанных за акции протеста, в том числе и одиночные пикеты, и массовые акции, было более 20 тысяч человек. Это больше, чем когда-либо в истории России до этого. То есть протесты против войны есть. Люди, недовольные войной в России, по некоторым оценкам, но даже по тем опросам, которые официальные, мы можем видеть, что около 20-30% не поддерживают эту войну и даже говорят об этом в открытую, хотя говорят об этом в открытую социологам, хотя понятно, что говорить об этом достаточно страшно, потому что режим таких недовольных пытается всячески репрессировать и не дать им возможность высказаться. Хорошо, а если подойти еще с одной стороны, я на днях вот увидел новость о том, что Александра Невзорова приговорили к 8 годам колонии из-за постов о российском ударе по родильному дому в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче. То есть по факту человек сказал правду о том, что происходило в Украине и о том, к чему привела российская агрессия и приводит по сегодняшний день. И, насколько я знаю, Александр Невзоров был таким себе любимчиком внутри Российской Федерации у очень многих. И тут публично ему уже его приговорили к 8 годам колонии. Аналогичные параллели я хотел бы провести еще и с теми звездами шоу-бизнеса, которые были любимчиками всех россиян на протяжении многих лет, но которые высказались против так называемой СВО, против режима Путина и выступили за мир в Украине, они теперь вот так вот резко стали врагами народа? Конечно, власти нужно сейчас максимально пировать, максимально пресекать любые попытки протеста в зародыше, потому что если они как-то структурируются во что-то, в какие-то движения, то эта волна может достаточно быстро стать популярной, и если этот протест станет привлекать все больше и больше людей, это станет серьезной проблемой для проведения специальной военной операции. И чтобы этого не происходило, чтобы даже вот эти 30 или 20 процентов, которые по вопросам говорят, что они не поддерживают войну, чтобы они не могли выйти на улицы или как-то иначе скординировать свои действия, для этого нужно максимально жестко бить по тем, кто высказывается публично против войны, в том числе, конечно, это и артисты, и журналисты, как Невзоров. Это должны быть максимально жесткие показательные приговоры, даже несмотря на то, что тот же Невзоров не находится в России, все равно мы видим достаточно серьезный дюремный срок, которому суд его приговорил. Скажите, пожалуйста, в целом, вот видя сейчас, как Российская Федерация по факту фильтрует абсолютно всех и все, что звучит против так называемой СВО по факту войны. Скажите, где та красная черта, как вы ее видите, где, ну, сам, как правильно сказать, причина изменения власти, это желание народа, так оно происходит в демократических странах. В Российской Федерации по желанию народа реально ли свергнуть режим Путина? В настоящее время таких условий не просматривается, но риски для Путина все равно достаточно существенны в том случае, если вся эта военная кампания закончится полной неудачей. Полная неудача это потеря тех территорий, которые Российская армия захватила после 24 февраля. Я даже не говорю там про потерю Крыма, это достаточно сложная отдаленная перспектива, но потеря даже этих территорий будет означать полный провал военной кампании, и это будет это вызвать серьезные воображения в элитах, и дальше уже возможны разные сценарии. Как вы оцениваете реалистичность и силу так называемых тихих протестов, или же оппозиционного мнения внутри Российской Федерации, или же оппозиции, которая выехала сейчас за пределы Российской Федерации, насколько это может быть таким себе я не знаю тягачом или подталкиванием к хотя бы восприятию альтернативной информации внутри Российской Федерации. Я просто читаю множество заявлений, множество комментариев от жен мобилизованных, от родных, просто от тех, кого это так или иначе коснулось. Я вижу недовольство, вижу, что даже в большинстве своем родным не сообщают, где подевался их сын, либо муж, и не говорят о том, погиб, забыли его где-то на поле боя, либо просто в цинковом гробу его прислали. Как вы считаете, достаточно ли сейчас оппозиционных ресурсов, чтобы люди внутри России получали и задумывались об этой альтернативной информации? Самих оппозиционных ресурсов в целом достаточно. Даже несмотря на то, что власть активно с ними борется, я объявил, например, на прошлой неделе один из крупнейших таких ресурсов создания Медуза нежелательной организаций, все эти ресурсы доступны через Telegram тот же, через социальные сети, через VPN, все можно читать. Вопрос в том, вопрос в желании, да, то есть достаточно ли желающих читать эти ресурсы в России? Их много, но, опять же, пока их недостаточно, чтобы эти оппозиционные ресурсы заместили ту пропаганду, которая льется с эфиров телевидения Славьевым, Скавеевым и другими товарищами, и которая охватывает примерно то аморфное большинство, которое пока войну поддерживает. Алексей, я вам говорю огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что Алексей Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», был на прямой связи с нашей студией.